Развитие через объединение И представительницы других профессий объединились в общей платформе для того, чтобы творить новую историю женской бизнес-среды в Украине, а теперь уже и в Одессе. Через эти два года мы объединяли много мест, много впливовых женщин. Мы провели больше двухсот ручных событий. Впервые в Украине произошел женский экономический форум. Я счастливо радуюсь, что Одесса теперь также объединена к этому прекрасному движению. Мы тоже будем организовывать бизнес-среды, женские экономические форумы, форумы по защиту бизнеса от рейдерства и шахарства. Главной же задачей Женской деловой палаты Украины является объединение представительниц бизнеса, содействие развитию экономических возможностей женщин, развитие предпринимательства и карьерного роста, защита трудовых прав женщин. В общем, обучение и профессиональное развитие участниц сообщества. Поэтому одесситки не смогли упустить такой шанс и также присоединились к открытию такой платформы в нашем городе. Я заполнила сейчас анкеты на то, чтобы участвовать сегодня в открытии около 98 женщин. Это не считая партнеров, которые тоже присоединятся к нам, я надеюсь. И это учитывая то, что мы собирали в течение недели за пять дней. Женщины отмечают, что будут поднимать тему не только бизнеса, но и всего спектра экономической, культурной, образовательной, социальной сфер жизнедеятельности страны. На базе женской деловой платы Украины створено 12 профильных комитетов. И каждый комитет имеет свою деятельность, свой властный развитие. И между комитетами есть очень большая коллаборация. Поэтому тут в первую очередь есть такой очень качественный нетворкинг и очень качественная дружба женского. В первую очередь, женского. Участие в установочном мероприятии приняли достаточно много известных спикеров и опытных экспертов. Они поделились секретами ведения бизнеса. Кроме того, торжественное открытие женской деловой палаты в Одессе посетила автор образовательного проекта «Современное репутационное поведение» Юлия Юдина. Известный киевский эксперт по деловому и светскому этикету провела мастер-класс, а также развлекательные психологические тесты. Я продаю свои 200 гривен за 50. Единственное условие – 50 не должно быть одной купюрой. То есть оно может быть разными купюрами. Сделка действует одну минуту. И я время засекаю. В рамках женской деловой палаты Украины я веду огромный образовательный проект. Этот проект касается образования в сфере этичности поведения, в сфере эмоционального интеллекта и социальных поведенческих навыков их развития. Посетили мероприятие и главы различных комитетов палаты. Они рассказали присутствующим, почему важно заботиться не только о правильном ведении бизнеса, но и о красоте, здоровье и образовании. В будущем это как раз и поможет в успешном ведении предпринимательской деятельности. Я – очительница комитета краси. Буду рассказывать, для чего этот комитет нужен, почему это важно – быть здоровым и красивым. И также расскажу про свой бренд, який косметичный бренд. Я властница косметичного бренда БОТЄ-124. Медичный комитет, на самом деле, является очень классной базой для коллаборации лидеров с медициной, с медициной галузи, для работы стратегии развития региональной медицины, для обмена опытом. Приглашенные гости остались с довольным масштабом и организацией мероприятия и отметили, что обмен опытом между предпринимательницами в вопросах ведения и продвижения собственного бизнеса – один из ключевых моментов деятельности платформы. Мне очень интересно познакомиться с представителями деловой палаты. Очень нравится, что такое объединение открывается в Одессе. Я люблю активных женщин. Я твердо уверена, что чем больше женщин будут заниматься социальными проектами, чем больше женщин будет в политике, тем наше общество только выиграет. Каждой женщине все святой возможность родить не только детей, но и идеи, планы, проекты, реализовывать их для того, чтобы мы построили культурный бизнес, культурный простор, в котором будут имплементованы все наши достижения. А женщина самая проведена этих достижения. В принципе, женская энергия, она всегда созидательна. И очень важно, чтобы женщины объединялись, потому что в коллаборациях гораздо эффективнее, продуктивнее все, что женщина творит. Женский бизнес, он имеет очень такие мягкие черты, он достаточно продуктивный. И мы все живем в этой стране и создаем будущее для наших детей. А украшали огромный зал, где прошла презентация десятки картин одесских художниц, в том числе заслуженной художницы Украины Надежды Фомичевой. Действительно, сегодня, мне кажется, тема и женского предпринимательства, и гендерного равенства очень актуальна. И, конечно, вдохновляет, когда ты видишь такой зал действительно очень энергичных и красивых женщин, которые вот так сумели объединиться ради каких-то общих целей. Поэтому мне очень приятно быть сегодня здесь. И приятно, что мои работы украшают это мероприятие. Конечно, для успешного продвижения своих бизнес-проектов важным моментом является участие надежных партнеров. Поэтому на презентации, помимо представительниц прекрасного пола, присутствовала и мужская половина. В будущем они станут бизнес-партнерами Женской деловой палаты Украины. Хотел бы увидеть, кто эти прогрессивная часть женщин, прогрессивная часть лучшей половины человечества, которая толкает наш город, наш бизнес вперед. Напомним, что организация и создание Женской деловой палаты Украины инициирована Комитетом по развитию женского предпринимательства при Львовской торгово-промышленной палате в сентябре 2019 года. Одесса же стала юбилейным пятым городом, который присоединился к этому сообществу. Ну а в планах продолжать расширять горизонты и открыть филиалы Женской деловой палаты Украины в каждом городе страны.